Перед тем, как на экране появится Данила Ткаченко, он с нами сегодня будет на прямой связи из Воркуты. Такая вот ирония сегодняшнего дня, можно сказать. Перед этим я хотел бы обратить ваше внимание на QR-код, который появился на экране. Это ссылка на сайт Данила Ткаченко. В принципе, вы можете этот сайт найти самостоятельно, Данила Ткаченко, в гугле, но можно перейти по этому QR-коду. В процессе беседы с Данилой, в процессе его презентации, рассказа, он будет ссылаться на ряд своих работ разных лет. И чтобы вы освежили их в памяти или имели какое-то визуальное представление о том, о чем идет речь, этот сайт вам точно поможет в процессе, потребуется. Поэтому рекомендую вам на него зайти. Ну, а я представлю наших гостей и в двух словах расскажу для тех, кто присоединился к нам и не был на первой части, что происходит. Меня зовут Алексей Трубин, я куратор цикла «Искусство травмы». Мы приветствуем вас в Музее истории ГУЛАГа. Наш музей ставит одной из своих основных задач — «Сохранение памяти о массовых репрессиях сталинского времени». И цикл «Искусство травмы» мы придумали как такой вот ответ, вернее, попытку ответа на извечный вопрос. Каков оптимальный, самый подходящий, самый тактичный язык разговора о коллективной травме, о травматичном прошлом, о неудобном прошлом, как его назвал Николай Плев в заголовке своей прекрасной книги и исследования. И вот в поисках этого ответа, который, безусловно, для любой ситуации, для разных ситуаций будет разным, для каждого человека будет своим, мы решили пообщаться здесь, в нашем зале, с теми людьми, которые для себя этот ответ ищут и находят. Это художники, перформеры, психологи. И вот в рамках этого цикла мы с ними встречаемся. Сегодня у нас встреча с художником-визуалистом, который работает в области документальной фотографии. Он выпускник школы Родченко, лауреат премии World Press Photo, номинант премии Гондинского. Там можно еще, наверное, что-то перечислить, но я остановлюсь на этом. Данила Ткаченко на прямой связи из Воркуты. Данила, слышно ли нас вам? Да-да, привет. И вас нам тоже. И Катя Кабалина, режиссер фильма «Концентрация», который мы смотрели в первой части. Ну и, собственно, соратник Данилы по его проектам. Поэтому у нас такой будет общий сегодня разговор Данилу. Но перед тем, как этот разговор начнется и мы в него включимся, у вас будет возможность нам рассказать о том, о чем вы хотели рассказать. Собственно говоря, вот некоторое время на такую презентацию вашего видения искусства травмы. А после этого мы перейдем в диалоговую часть. У всех зрителей в зале будет возможность задать вопрос. И возможность задать вопрос будет у зрителей нашей прямой трансляции. В комментах, вернее, под трансляцией есть ссылка на сайт Данила Ткаченко. Это я для зрителей наших на Ютубе говорю. Там можно будет посмотреть, собственно, те работы, о которых Данила, в частности, будет рассказывать в своей вступительной части. Данила, вам слово. Да, здравствуйте. Спасибо большое, что все пришли. Передаю всем привет из солнечного города Уркута. Вот. Расскажу немножко о себе, о своих работах, вот о том, что я делаю. Вот. Все мои проекты связаны в основном с постсоветским пространством, с Россией, в общем. И я в основном занимаюсь фотографией. Но использую там... Иногда там перформанса, ленд-арта. И, в общем, делаю такой микс разных искусств. Но основной медиум мой — это фотография. И это, наверное, не просто так, потому что фотография, в первую очередь, связана с памятью, как бы, и для меня связана с хантологией, да. Хантология — это такое понятие, которое говорит о том, что одновременно существует и одновременно не существует. То есть, да, фотография — это такая вещь, которая что-то показывает. Вот. При этом мы ее можем видеть, но при этом то, что на ней показано, его уже не существует. И, в общем, все эти зазоры помогают исследовать тему памяти и травмы, переживания каких-то... Ну, и выявление каких-то проблемных серых зон. Вот. Ну, и, в принципе, как бы для меня задача, как художника, это поиск каких-то новых смыслов. Я, скорее, не ищу ответы, я, скорее, ищу новые вопросы. Вот. И так, вот. Ну, и проблема памяти на постсоветском пространстве очень обширна, очень важна. И, как бы, здесь происходят разные такие сюрреалистичные вещи с ней, да. Во-первых, ну, существует проблема того, то, что не существует как бы некой последовательности этой памяти, да. Не существует проблемы с накопительным эффектом, то есть опыт, ну, память часто не сохраняется, опыт не вырабатывается, и может происходить некое хождение по кругу. И, собственно, с помощью фотографий пытаюсь искать такие проблематики, их как-то выявлять. Вот. И для меня они также являются важными, интересными. Я совершаю там поездки, в какие-то места, связанные с памятью, с памятью не пережитые. Стараюсь, как бы, ее отрефлексировать через искусство и предложить зрителю совместную рефлексию и какой-то разговор на эту тему. Вот. Ну, и если говорить о России, то, как бы, я вижу, ну, большую... Существует, да, как бы, большая проблематика, связанная с постимпериальным синдромом, с самоколонизацией. Как бы, вот, все эти темы мне интересны. И, собственно, как бы, вот эти вещи, связанные с, вот, как бы, с этой неоконченной империей, они вызывают некие вот такие метастазы, которые мы можем наблюдать сегодня. Это связано с обширными территориями, да, и, как бы, с некой мечтой о величии, в общем, возможно. Вот. Сейчас я немножко найду какие-то шпаргалки. Секундочку. Ну, не знаю, в двух словах, наверное, я могу так рассказать. Вот. Не очень хорошо я подготовился, но можем приступить, может быть, к дискуссии. Я, в общем, по ходу дискуссии смогу как-то более конкретно отвечать, в общем, на вопросы. Давайте. Да. Давайте попробуем, давайте попробуем действительно так сделать, да. Да, да. Данила, ну, пока у наших зрителей, я думаю, еще не сформировались какие-то конкретные вопросы, хотя, может быть, кто-то уже пришел с вопросами, я попробую начать, поскольку какой-то пул вопросов есть у меня. Катя, ты тоже подключаешься к нашему разговору. Вот к Даниле, наверное, у меня первый вопрос. Данил, скажи, вот ты работаешь на стыке, ну, как, по крайней мере, говорят критики, да, на стыке акционизма, фотографии, арта. Вот все-таки как ты себя идентифицируешь, ну, если как-то идентифицируешь, для меня все-таки какие-то разные очень поля, ты их как-то так вот очень ловко совмещаешь. Есть ли для тебя какая-то разница, вот когда тебя называют художником или фотографом, вот кто ты? Ну, я себя идентифицирую как художник, конечно. Это фотография средства. Да, конечно, это средства. Я использую там видео, инсталляцию, скульптуру. И, в общем, на фотографиях такое средство, да, документация. Изначально я занимался вообще фотожурналистикой и потом ушел больше в современное искусство. И поэтому, возможно, мне привычен этот медиум. Вот, ну, как бы сейчас я, в принципе, не сказать то, что прям много фотографирую, в общем, фотографию средства, да, которые... Ну, фотография меня привлекает тем, что она очень сконцентрирована. То есть, в отличие от видео, там нету нарратива. И, как бы, это очень быстрый способ передачи информации. Я могу делать проект там несколько лет, а зритель может его воспринять за несколько минут. И у фотографии очень широкие способы презентации. То есть, она может быть в интернете, в журнале, на заборе, там, в галерее. И поэтому, мне кажется, от медиума очень современный, потому что время сегодня сокращается, а это, как бы, вот суперконцентрированная, как бы такая информация, которую можно очень быстро передать и очень быстро распространять, возможно. Вот, и мне, в общем, комфортно разговаривать на этом языке. Чего не сказать про мою, собственно, деятельность. У меня, конечно, может быть и концентрация, но это все, мне кажется, довольно мучительно смотреть. У Даниила, да, действительно, такая есть, как сказать... Да, все воспринимается буквально там за секунды. Это круто. Но ведь эти секунды предваряют, буквально, я могу сказать, годы, наверное, подготовки, да, потому что это же и проработка маршрута, и логистика. Это, в общем, очень тяжелый, порой даже не очень художественный труд, скажем так. Ну да, наблюдая за работой Данила, да, это всегда настоящие муки, потому что очень много логистики. Да, хорошо, что у Данила есть менеджеры, которые часто помогают в разных совершенно ситуациях, которые могут в любой момент произойти, но всегда, конечно, это длится месяцами. Просто сама подготовка к проекту, и дальше уже как пойдет. Данила, конечно, наверное, лучше даже расскажет про себя. Это я как со стороны. Да, Данил, вот мы, наверное, сейчас тебя попросим рассказать о таких самых важных для тебя проектах, которые ты считаешь вехами в твоем творческом пути, потому что я уверен, что какое-то количество зрителей, пришедших сегодня, хорошо знакомы с твоим творчеством, какое-то количество, возможно, познакомиться с ним лучше сейчас, потому что вы дали ссылку на твой сайт, и будет возможность прямо в процессе того, как ты будешь сейчас говорить, что-то смотреть. Вот какие проекты ты считаешь самыми знаковыми, вот и самыми такими веховыми? Ну, сложно сказать, да, все проекты важны для меня. Я вообще больше концентрирован на том, что я делаю там сейчас. Вот, ну, наверное, для меня важный проект Родина, важный проект Побег. Вот, в принципе, все проекты так или иначе важны. Ну, я вообще воспринимаю свое творчество как один большой проект, и мне кажется, что это все как бы одно и то же, если честно, и на одну и ту же тему. И, в общем, мне сложно там разделять, ну, как-то все это. Но мне кажется, все как бы один большой проект, и в целом он для меня важен и интересен. Ну, вот, наверное, мы тогда по этим проектам сейчас как-то так пройдем в вопросах. Проект Побег – это, ну, правильно я понимаю, да, это фотос, это, по сути, такая постановочная съемка людей, которые решили добровольно вот уйти от привычной, какой-то привычной своей жизни. То есть они выбрали вот такой путь, ну, можно сказать, эскапизма. Ну, да, я могу утащить это под проектор людей, которые живут в полном одиночестве уже там больше 10-15 лет. Они как бы разочаровались в социуме и сбежали из него, и решили жить как бы недалеке от людей, дикой природе. И это, конечно, тоже очень показательный проект про наше пространство, постсоветские, в котором мы находимся, потому что мы имеем обширные территории и незаселенные, и при этом часто неблагоприятную социальную среду, и как бы неудивительно то, что люди хотят сбежать, да, из этого социума, в который порой непросто строится. И как бы я пытался, это было очень долго, но все мои проекты связаны с большим исследованием, и я долго ищу, ищу людей, которые мне могут что-то подсказать. То есть очень сложно было найти отшельника, эта работа там заняла около трех лет. Мы там обзванивали лесничество, какие-то местные газеты, каких-то местных туристов, сказали по всей России, там Сибири, на Алтае, в Центральной России, там есть даже Украина, в общем, разные места. И, собственно, такой вот проект был про таких людей. Мне, в принципе, важно было самому встретиться с ними, пообщаться. У меня тоже был опыт, потому что я там где-то месяц провел без людей, в общем, и мне было интересно, что... На меня это произвело сильное впечатление, мне было интересно, что происходит с людьми, которые там 10-15 лет вообще отрезаны от социума, что с ним происходит, да, потому что вот отсутствие этого социального контекста очень меняет, мне кажется, все в жизни восприятие человека. Данил, а вот ключевой месседж этого проекта, вот я понимаю, что художник, наверное, его не формулирует заранее, он скорее формулируется у зрителя, но вот мне показалось, что это такой сигнал каждому из нас, что, ребят, да вы все эти отшельники. Просто кто-то уходит в лес, а кто-то в модную кофейню в центре Москвы, которая совершенно там отрывает тебя от привычной реальности. Вот это вообще про эскапизм получается? Да, мне кажется, в большом городе там больше, наверное, одиноких людей, чем в маленьких населенных фунтах, вот, или даже, может быть, судья отшельников. Но я думаю то, что, как бы, искусство, оно задает вопросы каждому, и каждый на него находит свой ответ. Для меня это одна история, может, для кого-то другого это совершенно другая, мне кажется, это правильно, то есть я бы не хотел то, чтобы искусство удавало какой-то один ответ. Для меня это поиск, ну, как бы, поиск какого-то разговора, нежели чем поиск какого-то ответа, поэтому мне сложно сказать, какая основная идея. Для меня это связано с моими личными какими-то травмами, да, я там потерялся в лесу один раз, там провел месяц, и мне было важно пережить эту травму. Но разговариваю с людьми, да, это достаточно старый проект, у меня вышла книга, и как бы для всех это что-то, ну, вскрывает какие-то свои личные переживания, свои личные травмы, а для кого-то это вообще никак не откликается, да, то есть мне кажется, такая универсальная вещь. Данила, а почему люди вот склонны к эскапизму, как тебе кажется? Ну, я думаю, конечно, все идет из детских травм, да, из каких-то страхов, переживаний, в общем, и, наверное, это универсально, может быть, кто-то боится социума, вот, а кто-то, может быть, обижен на что-то, вот, я думаю, это лучше с психологом обсудить, и вот Катя больше про это все знает. Да, привет, я Катя, пять лет в психотерапии. Нет, на самом деле эскапизм, это, конечно, мне тоже это в какой-то момент было свойственно в моей жизни, и вот мне кажется, что вот фильм, который я сняла, это в какой-то степени эскапизм, потому что когда ты постоянно с дерганой камерой как бы ходишь по этим сугробам, это тоже своего рода эскапизм, потому что ты получаешь какое-то совершенно иное удовольствие, оно какого-то трансцендентального уровня на самом деле, потому что, ну, это очень непривычная для меня ситуация, это мой первый север, и, соответственно, как бы впечатлений, с одной стороны, масса, с другой стороны, ты и слова сказать не можешь, потому что ты понимаешь, во-первых, с какой темой ты работаешь, и что ты ищешь, а с другой стороны, там еще много кадров просто не вошло в фильм, да, а с другой стороны, ты понимаешь, как бы, что ты находишься в очень небезопасной атмосфере, особенно поездки с Данилой Ткаченко, это всегда мучительно и больно, поэтому, как бы, ну, то есть, но это определенный рода эскапизм, потому что ты входишь в этот поток, и ты, ну, как бы бесконечно в нем пребываешь, то есть пока не закончится твоя, вот, пока ты не закончишь какую-то работу, это может длиться 2-3 часа, ты, как бы, не уйдешь с этих полей или, значит, этих снежных гор и так далее. А вы там на снегоступах на каких-то перемещались? Да, Данил мне выдал на снегоступы, надел тоже их себе, вот, и мы, собственно, как снежные люди там ходили. Я преодолел похожий опыт вот совсем недавно, буквально перед нашей встречей, вот, это, конечно, впечатляет в любом случае, север очень впечатляет. Да, у нас там была еще чудовищная отойдет тема истории про то, как нас чуть не съели волки, и это тоже отдельное впечатление, как ты выживаешь, так сказать, на руинах от гулаговских, значит, построек, это потрясающее впечатление. Да, но к ним мы еще вернемся, а пока вот если мы по таймлайну, по творческому пути Данилы пройдем дальше, то дальше появился проект «Родина», и, ну, вернее, там еще, конечно, был вот этот проект про закрытые территории, да, и про эти секретные объекты, но почему-то, Данила, почему-то фокус с людей перешел на то, что люди оставили после себя. Почему? Ну, может быть, это будет цинично сказано, да, но что люди, как бы, ну, в моих проектах, что люди, что, как бы, объекты для меня, они, как бы, некие инструменты для каких-то моих фантазий и, как бы, моих идей. Вот, я прихожу, говорю, то, что я там исследую такую-то тему, не могли бы мне помочь. Вот, я, конечно, интересуюсь ихней жизнью, но мне, как художнику, важнее, там, моя какая-то задача, в общем, которая, ну, моя личная, вот. Вот, поэтому сейчас я тоже работаю, бывает, с людьми, в общем, но, как правило, они, ну, не... Ну, то есть создание проекта – это создание некой скульптуры, такой, можно сказать, социальной скульптуры. И вот эта скульптура состоит из разных, как бы, вещей. Она может состоять из разных личностей, из объектов. Вот, ну, я, как бы, особо... Для меня, вот, нету большой разницы, как бы, для художника. Вот. Ну, а проект «Родина» тоже такой, такой достаточно тяжелый проект. Вот, я сразу скажу, то, что все там было сделано по закону, мы работали с адвокатами, в общем, еще большое было тоже исследование. Давайте коротко, вот, скажем нашей аудитории, что вы делали в рамках проекта «Родина». Я просто могу сказать, но это, по-моему, грубовато прозвучит просто. Ну, проект «Родина» мы, ну, строили инсталляции, находили, как бы, объекты, так сказать, которые больше не являются ни чьей собственностью, как бы, и полностью разрушенными, в общем, мы, как бы, и, собственно, устраивали некий ритуал захоронения, в общем, этих объектов, вот, в качестве каких-то руин, в общем, домов и всего такого, в общем. Вот. Ну, на сайте есть фотографии, описание, вот, можно это почитать. Вот. И вот, кстати, после «Родины» тебя же стали называть акционистом, многие критики. Вот ты согласен с этим определением? Это была акция или это все-таки, ну, скажем так, просто подготовительная работа для того, чтобы сделать произведение искусства? Я не знаю, может быть, можно так назвать в каком-то контексте. Потому что горящие, вот эти горящие избы, это огромное впечатление производит. Да, да, но для меня очень важный проект, для меня, конечно, очень, ну, оказалась, так, важна тема исчезания русской деревни, в общем, потому что каждый день исчезает по несколько населенных пунктов, да, опять же, это связано с, с самоколонизацией, то есть, маленькие населенные пункты в России очень быстро исчезают, все концентрируются в больших, более больших населенных пунктах, потом еще более больших, и это все связано, мне кажется, вот с этим, и развитием, как бы, просто империального синдрома и самоколонизации. И, собственно, мне было важно, как бы, ну, как-то заявить о этой проблеме как можно более, ну, что ли, можно сказать, ярче, вот, ее обозначить и, как бы, может быть, да, дать, как бы, ну, можно сказать, такая шоковая терапия, но при этом, в общем, мне кажется, проект получился достаточно успешно, он обратил на проблему, и достаточно много, на самом деле, каких-то организовалось на этой почве организаций, которые начали, в общем, заниматься восстановлением и помощью этих умирающих населенных пунктов, вот, ну, возможно, там, сегодняшняя ситуация тоже необратимый процесс, вот, ну, в общем, такой вот проект получился. А вот, ну, во-первых, первый вопрос, считаешь ли ты этот проект провокацией? Ну, вдруг нет, и, может быть, нет. Да, я не знаю, я считаю, провокация, то, что происходит, как бы, в стране, там, со стороны государства, вот, а свои проекты я просто считаю констатацией, как бы, каких-то фактов. Да, и вот вопрос, связанный с провокацией, был, ну, если это действительно, да, это констатация, окей, но является ли вот такая яркая форма этой констатации способом привлечения внимания, вот, для тебя, то есть, в этом же много очень социального в твоем творчестве, вот, ты говоришь, да, о том, что организации появляются, которые занимаются спасением, там, деревень, наследие и так далее, вот, ставишь ли ты это как одну из задач для, вот, своего творчества? Я, я не являюсь, как бы, таким социальным художником, да, для меня, я, мне, конечно, важно привлечь внимание к проблеме, но в этом случае для меня была важна, как бы, такая история, то, что Россия, она очень, как бы, состоит из множества руин, да, эти руины, как бы, постсоветского периода и советского, во-первых, она, ну, не только в архитектуре, но и в сознании, как бы, людей находятся, и эти руины, они часто, ну, на мой взгляд, становятся таким объектом для манипуляций, в общем, и это то, что является, как бы, вот, связано с постимпериальным синдромом, это некая мечта о каком-то величии, о том, что существует какая-то вот эта великая руина, когда было настоящее величие, мы хотим вернуться к этой руине, ее воскресить, как бы, и чтобы она опять воспряла духом, и мы все объединились, и мне кажется, это все такие большие иллюзии, которые ведут, там, к возвращению, возможно, тоталитаризма, и, не знаю, о возрождении фашизма и всяких таких вещей, и мне было важно, как бы, через, ну, такие жесты, ну, заявить об этом, в общем, вот, потому что я, как бы, это, на это обратил внимание, в общем, нашел, как бы, средства, чтобы это выявить. Очень важные вот слова сейчас прозвучали, в общем, такие даже, можно сказать, программные, что ли, да, как будто. Если говорить о дальнейших вехах, то был еще проект Герои, который, ну, я бы тоже назвал в какой-то степени провокационным и одновременно очень глубоким, если вот вы, уважаемые наши участники, откроете, это, в общем, довольно интересный проект, и вот когда вы о нем рассказывали Кольте, да, Данил, когда ты рассказывал о нем Кольте, была такая цитата, от прошлого остались кости, это факт, но чьи это кости не ясно, примерно известно, при каких обстоятельствах погибли их обладатели и ничего больше. В этом проекте, как я понимаю, участвовали настоящие, да, подлинные останки. Да, да, ну, это, собственно, тоже работа с памятью. Такая, ну, конечно, у меня, ну, что на меня произвело впечатление, да, то, что, ну, опять же, это та же самая история, вот, с постимпериальным синдромом, то, что мы берем некие кости, да, некоторых людей, которые уже умерли, да, и пытаемся за них начать говорить, в общем. И, собственно, происходит некая такая, ну, берется прошлое, и из этого прошлого создается некая манипулятивная скульптура, которая, на самом деле, совершенно к этому прошлому не относится. и эта скульптура делается очень яркой для того, чтобы, как бы, проманипулировать, ну, сделать такую манипуляцию общественного сознания. И, собственно, я тоже рефлексировал на эту тему при помощи, как бы, искусства. А вот как ты думаешь, изменится ли что-то, если мы будем знать вот об этих костях больше, если мы будем знать, там, имена этих людей? И как ты думаешь, почему мы до сих пор об этом не узнали, не знаем? Я не знаю. Ну, конечно, что-то изменится, да, но в том случае это уже было невозможно узнать. Я больше про вот общий конструкт, да, вот этого проекта. Конечно, да, конечно, память, да, память очень важный инструмент, чтобы, как бы, двигаться дальше, но в той ситуации, в которой мы находимся, эта память становится, как бы, инструментом для манипуляции. И поэтому очень сложно сегодня, как бы, об этом что-то узнать, получается. Катя, а как вот ты думаешь, вот это знание, имен этих людей, и оно нас как-то изменит? Да, я как раз освежаю сейчас информацию про Сандармох, да, и вот, как бы, например, вот Юрий Дмитриев, которому, собственно, я в итоге посвятила фильм, потому что это тема его заключения, да, очень меня сильно волновала. Он как раз занимался тем, что он воскрешал эти имена. Я не знаю, как это может, ну, то есть я не могу сейчас, я не аналитик, чтобы сказать, как это влияет в целом на страну, но я знаю, что это влияет на конкретных людей, которые когда-то потеряли своих, не знаю, возможно, отцов или дедушек. И когда эти люди приходят, например, в Сандармох, они понимают, что вот здесь лежит его отец. Для людей это невероятно важно, важно понимать, где останки его семьи находятся. И, как бы, я понимаю, что это такой определенный ритуал, приходить и, как бы, там, горевать, да, но это дико важно для конкретного человека. Вот, и получается так, что это не минимальное количество людей, у которых были расстреляны их родственники, их огромное количество, и эти люди составляют нашу страну. И чем больше этих людей, как бы, поймут, где захоронены там, условно, останки, где вообще хотя бы где-то кроется память об их, значит, родственниках, то, наверное, вот именно этот момент может воспроизвести какой-то сдвиг, на мой взгляд. То есть такое. Вот у меня сейчас будет вопрос к вам обоим тоже. Вот я вчера посмотрел фильм Педера Альмадоура «Параллельной матери», и когда я начинал его смотреть, мне казалось, что там, ну, я не встречусь с нашей темой совершенно, но, как обычно это бывает, все изменилось с первых же кадров. Фильм рассказывает о жертвах, ну, он вообще-то не только об этом, но это лейтмотив этого фильма, он рассказывает о жертвах франкистского режима. И вот там очень хорошо, на самом деле, показано, как совершенно другое общество, как другое государство относится к памяти о жертвах репрессий. И там мы видим людей, которые всю жизнь ждут этой правды. И вот они в конце приходят к этому раскопанному археологами рву, в котором лежат их родственники, и вот они точно знают, что там лежат их родственники. Они добиваются того, чтобы эти раскопки были проведены, они проделывают огромную работу. Как вы думаете, почему в России это не такая массовая история, и почему вот этот запрос на правду не является ключевым запросом в обществе сейчас? Я могу начать ответить, да, я думаю, это связано, во-первых, со страхом. Мне кажется, ну, во-первых, надо понимать то, что Россия такая страна, которая прошла вот через эту самоколонизацию. И как бы это самое большое в истории насилие как бы над собственным народом. То есть еще не было таких претендентов, да, чтобы как бы было наибольшее количество насилия над самим же собой. Вот, и как бы мне кажется, все это переродился в некий страх, который парализует человека, и он остается, мне кажется, как-то наследственно, и человеку прям даже становится страшно об этом думать. И сейчас я, да, вот путешествую по местам вот как бы этих всяких печальных событий, и люди опасаются этой темы, я чувствую то, что они боятся об этом говорить, потому что все это, к сожалению, до сих пор живо, да, и люди не хотят, как говорится, попасть под раздачу. И, к сожалению, да, чтобы, ну, к сожалению, да, все это продолжает еще жить, и пока это все живет, это не может быть как бы оплакано и захоронено, потому что это является как бы актуальным, к сожалению. Вот, да, мы можем, конечно, взять, как пример, опыт в какой-то степени Германии, которая смогла признать свою вину, да, и как бы пережить какие-то вот свои проблематики. И мы, к сожалению, пока не смогли ее признать, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Вот. Да, ну вот у меня складывается ощущение из того, что у меня есть ощущение, что общество есть запрос на забвение. То есть получается, что как бы мрак, как бы это пафосно не звучало, сопровождает Россию так или иначе все время есть. Мы живем там от оттепеля до оттепеля, по большому счету. И вот, например, когда газета «Правда» начала принимать письма от людей, мой, там, не знаю, отец ушел и не вернулся, мой, там, значит, брат ушел и не вернулся. И когда они поняли, с каким огромным количеством писем они столкнулись, я была уверена, ну, как бы я уверена, что они просто не понимали, что с этим делать. И при том, в то время, когда, ну, то есть казалось, что в то время уже какая-то правда может быть услышана, все равно никто не знал, что, не мог вообще осознать всего того ужаса, который происходил. И вот есть ощущение, что здесь просто так, действительно, как сказал Данила, что это самый большой вообще террор, такой такой самоколонизации и самоуничтожения, да, что нету, невозможно выработать механизмы. А как только мы чуть-чуть отошли и начали вырабатывать эти механизмы, там, мемориал, да, там, например, там и так далее, и так далее, как только люди чуть-чуть начали, это начало превращаться в какую-то тенденцию, это тут же было уничтожено и ликвидировано в России так же. То есть мы не успеваем даже осознать эти чудовищные события, как они начинаются заново. Ну да, и для властей это, конечно, способ самосохранения, да, потому что все эти вещи, к сожалению, являются объединяющими для этой, грубо говоря, системы, нации. Да, и если мы начнем все это переживать, то как бы страны, такой, какая она есть, вряд ли получится, в общем. Вот, и тут как бы такой вопрос. Да, по требованию законодательства я должен сказать, что организация «Мемориал» признана иностранным агентом и была ликвидирована по решению суда. Мне кажется, от того, что я это произношу, только усиливается эффект абсурдности сегодняшнего дня. Поэтому не стесняюсь этого произносить ровно по этой причине. Данила, вот ты назвал цикл вот этих работ с останками «Герои». Конечно, название невероятное, оно само по себе высказывание. Это как Родина. Да, ну, конечно. А вот кто сегодня Герои, как тебе кажется? Я не знаю, я уже как бы не переношу все эти слова «Герои», «Родина» на самом деле, потому что, мне кажется, все эти слова являются безумно манипулятивными. Я думаю, героем может быть каждый совершенно человек. И я думаю то, что сегодня для меня эти слова, не знаю, близки к какому-то фашизму становятся. Вот, я думаю то, что... Ну, я, собственно, назвал это «Герои», потому что о том, что это манипуляция. Вот, ну, говоря в этом проекте об этом. Ну, и мы, наверное, про это паникеты. Ага, да. Ну, у меня сложное отношение к этому слову, поэтому я считаю, герой каждый, если уж вдаваться. Но слова же, они быстро затираются, правильно? Они же стыряются. Мне кажется, что каждый герой, то есть совершенно точно. Вот, то, что Россия, да, использует слова, манипулирует определенными, да, там, оперируя ими, это одно дело, но, например, когда, там, не знаю, давайте просто о самом простом поговорим, когда пожарник, значит, спасает какую-нибудь бабушку из дома, ну, это определенный героизм. Можно от простого идти, про простых людей, да, не обязательно возвышать это до какого-то уровня. Ну, да, герой, это, в общем, что-то очень простое, на самом деле, да. Перейдем к проекту «Манекены», собственно, фильм «Концентрация» снимался в процессе… Последней экспедиции. Да, а, последней, там было несколько экспедиций. Да, там было несколько у Данила. Ну, вот, Данил, расскажи, пожалуйста, вот о том, как, во-первых, начался этот проект. Я так понимаю, что он так логически как-то вытек из всего предыдущего, да, опыта. И насколько вот это вообще, как это проходило? Потому что это несколько экспедиций, это очень отдаленные регионы, это места, где, может быть, кроме вас там даже никто и не был, в принципе, давным-давно, по крайней мере, с 50-х годов. Вот как это все было? Я снимал где-то в течение трех-четырех лет, да, проект, и делал постепенно его. То есть я ездил много по северу, снимая другие проекты. Допустим, параллельно этому проекту я делал проект «Планетарий» про северные, заброшенные города на Дальнем Севере. Вот, и как бы параллельно занимался этой историей. Если говорить о проектах, то как бы это... Опять же, историю про некую хантологию, да, про вот этих людей, которые есть, но с одной стороны и с другой стороны их нет. И, в общем, поиск, да, вот этой призрачной территории. Ну и манекены здесь как такое средство выразительное, которое это еще усиливает. Да, да. Вот. Ну, технически, как бы, я ездил по северу, находил местных жителей, общался с местными жителями, они мне рассказывали про места лагерей, какие-то я сам, конечно, знал, изучал. Меня отвозили туда на вездеходах, вот. И я проводил там съемку параллельно этому. Я там заезжал в заброшенные города, строил там инсталляции и, в общем, проводил вообще такую работу. Вот. Это как-то так в двух словах. Да, Кать, а вот к тебе вопрос. Вот что вообще чувствуешь, когда оказываешься в таких местах? Первое, что я почувствовала, то, как очень круто обжигает вот этот ледяной холод, короче, руки. Это очень крутое ощущение. Это то, что мне лучше всего запомнилось. Оно такое быстрое ощущение. Очень, да, как бы, как такая есть, крео какая-то, есть такая штука. Поковый замороз. Да, шок, да, какой-то. Но на самом деле, ну, поражает воображение, что это все... То есть у меня был запрос на то, чтобы увидеть Россию, не Москву. Я родилась вообще в Украине, да, и вот Украину я чуть-чуть увидела. А в России я как-то все время концентрировалась в Москве, почти, или Подмосковье, почти ничего не видела. И этот запрос быстро осуществился с появлением моей жизни Данила Ткаченко. И, собственно, первое, что я увидела, это были вот эти севера. Но это поражает воображение. Во-первых, масштабы абсолютно безумные. Во-вторых, поражают люди, которые продолжают там жить и что-то делать. Вот как, например, в фильме у Дудяновых выходил на тему Колымы. Родина вашего страха. Да, как раз люди, которые рассказывают о том, почему они там остаются. То же самое, да. И мне очень понравилось. Как бы ты смотришь человеку в глаза, и он смотрит тебе в глаза. Это не сравнивало с Москвой все-таки. Как-то всегда очень честный взгляд, мало улыбок. Потому что улыбаться и правда, собственно, не приходится. И самое поразительное из этой поездки, это, наверное, Беломор-канал. Потому что в тот момент, когда мы были, вода ушла. И мы ходили по берегу. И вот мы находили с Данилой прям, как это, дореволюционные кирпичи с... Там какой год был? С клеймами. Мне кажется, 1917 или какой-то... Какой год, ты помнишь? Он меня слышит? Слышит, слышит. Да. Ну, какой там, 30-е, 20-е? 30-е? Да, вот, 30-е, это я уже... Вот, и, соответственно, там очень много разных приспособлений. Как бы после того, как люди работали, я знаю, что люди умирали там через каждый метр по два человека. И вот эти... Все это еще все в земле находится. И меня это поражает, что мы об этом ничего не знаем. Ну, как бы, ну, мы знаем, наше сообщество какое-то об этом знает. Но по большому счету все это как лежало там, так и лежит. Вот. И... Ну, вообще, как бы, тяжело. Тяжелая поездка, потому что, во-первых, погодные условия чудовищные. Там, например, город Никель, который это градообразующее предприятие, да, собственно, появился город. Вот, я заходила по хэштегу, а не по геолокации Никель и смотрела людей, которые фоткаются там, значит, с губами, там, значит, вот так-сяк напротив завода или выжженной земли после этого завода. И это тоже вызывает как бы невероятные какие-то ощущения. Вот. А вот звук в этом фильме, в твоем, это... Там применяются реальные звуки? То есть это какая-то обработка реальных звуков или это записанный отдельно ландшафт? Ну вот, кажется, в зале есть Иван Стегачев, который, надеюсь, что он есть, который занимался... Вот Иван, автор, собственно, звуковой концепции. Да, собственно, который занимался звуком. Мне кажется, что звук — это 50% фильма точно совершенно. Я ему очень благодарна за это. Мне кажется, это потрясающе. Вот. И, честно говоря, это вопрос к нему, потому что у него был какой-то там безумный, очень глубокий процесс. И я, честно говоря, не знаю, как это происходило. Потому что я дала просто ему... Я сказала какие-то теги, как это сделать, но Иван сам, собственно... Да, вот у нас в зале есть микрофон, и он у Ивана сейчас окажется, и... Технически это синтез всё. Абсолютно. Потому что с записи видеокамер там особо звука не было, поэтому просто у кого-то... Просто где-то есть, конечно, ощущение, что это вот очень-очень вот оттуда звук. Ну да, в этом как бы была моя цель звуковая. Да, это, собственно, профессионализм Ивана, потому что он максимально точно... То есть я давала какие-то записи, но мне кажется, они были такие, очень слабые. Ещё есть ощущение, может быть, вы его закладывали, может быть, нет, что вот эти вот места и самые главные артефакты, которые там появляются в кадре, не часто, но тем не менее, да, и колючая проволока, и какие-то вот руины, они как будто бы фонят, как будто бы вот ты чувствуешь от них что-то радиоактивное, что-то опасное. Вот была ли такая идея, она считывается, во всяком, случае. Да, была, и, ну, я раз слышу сейчас такой фидбэк, что всё, что я закладывал... Что получилось. Да, получилось, мне радостно, потому что резонанс и был тоже как бы методом получения того, чтобы видеоряд и звук, чтобы они стали единым, цельным как бы полотном, которое может уже сенсорное восприятие, какое-то впечатление производить. Круто. В общем, это получилось точно. Ну да, то есть скорее, мне кажется, что действительно, когда мы вначале с тобой обсуждали, мы говорили о том, что это скорее может быть даже такая галерейная история, потому что я понимаю, какое мучение вызывает смотреть фильм «Час», и, собственно, я знаю, что у вас ещё здесь... Это работа души. Это работа, да. Но вот у меня есть друг Вова Надеян, он кинокуратор, собственно, он основал там в своё время фестиваль МИЕВ, и он как раз говорит, что вот ты сидишь и мучаешься, он просто пересмотрел, ну, самые сложные вообще фильмы, которые только можно было, экспериментальные в том числе, и он говорит, что вот самый вот этот момент, когда ты преодолеваешь, ты уже не можешь, думаешь, я сейчас это выключаю или ухожу, потому что это невыносимо. И вот в этот момент происходит что-то, что тебя оставляет, и ты как-то освобождаешься от этой муки и получаешь удовольствие в итоге. Вот это действительно так, на самом деле. Я думаю, что вот наш такой между собой человек чуть-чуть утомил аудиторию, поэтому хочется, чтобы аудитория тоже подключилась к диалогу. Уважаемые участники, есть возможность задать вопросы Даниле, Кате, Ивану. Я ложно почувствовал, что вопросов много. Просто в трансляции нам пишут, что Сталин придёт. Ну, он уже пришёл давно, он уже просто за спиной стоит. Дышит, дышит в ухо Даниль Ткаченко в Воркуте. В Воркуте точно, да, да. Хотя может быть наоборот. Ну тогда я ещё позадаю, конечно, вопросы. У меня-то вопросы не заканчиваются, разумеется. Вот, наверное, про эксперименты и про то, что тема памяти, она вообще связана с огромным количеством табуированных историй. Ну вот захоронение, это... Просто я работаю с темой массовых захоронений в фонде памяти и с исследованием этих территорий. Я понимаю, что люди, с которыми мы постоянно взаимодействуем в регионах, они очень по-разному к ним относятся. Они очень разного ждут от мемориализации этих мест. Кому-то кажется, что если вот в лесу... А это же всё леса, да, которые... Мы сейчас не говорим о захоронениях на севере, где никого нет, но у нас огромное количество захоронений, где люди есть. Где там есть коммунарка в черте Москвы, да, фактически, вот напротив вот этой больницы, теперь уже известной, через Калужское шоссе есть. 12-й километр в Екатеринбурге, где спортивные объекты, где лыжероллерная трасса проходит по территории, которую мы подозреваем в том, что это захоронение. И вот там очень много табу у людей всплывает. И уж тем более огромное количество визуальных табу, которые, как мне кажется, Данила разрушают порой. Вот не страшно ли проводить такие эксперименты, где эта грань? Вот где грань корректности в отношениях с памятью? Данила? Я не знаю. Мне кажется, у каждого своя личная грань, конечно же. То есть я не считаю то, что существует какая-то общая грань. А у тебя такая диана? Ну, для меня лично, наверное, первое, что для меня важно, это как бы никому не навредить своей работой. В материальном плане, в первую очередь. В материальном плане, да. А в моральном? Ну, моральный — это вопрос, как бы, да. Вот. Моральный... Потому что мораль у каждого тоже своя, к сожалению. Или к счастью. Ну, не к счастью, да. Хотя вот тебе, как кажется, где проходит эта грань? Это сложный этический вопрос. Безусловно. Ну, вот, например, страшное я сейчас буду делать. Разберем пример на работе Данила Герои. Вот одно, например, Данил работал с костями, с останками. Прямо с настоящими ведьми. Да. И это, во-первых, это психологически невыносимо сложно. Я не знаю, когда я об этом узнала, я была потрясена. Это очень тяжело. Вот, Данила всё, ушёл. Данила ушёл. Вот. И если про это говорить... Почему он ушёл, кстати? Сейчас вернётся всё равно. Вот, и мне кажется, что в этом смысле он, ну, как бы, как сказать, вот на примере вот этого исследования, его вот этой работы, можно сказать, что он как бы по ощущениям сделал всё правильно. Он их получил, и он их захоронил. То есть это такой определённый ритуал. То есть здесь, когда ты разбираешь это поэтапно, то можно как бы докопаться, а почему, собственно, там такой цвет. Ну и потом мы начинаем разбираться. А цвет — это для того, чтобы привлечь максимальное внимание к проблеме, условно говоря. И на примере, как бы, вот этой работы кажется, что всё здесь логично. Просто для того, чтобы... Просто мне кажется, что, вот, например, там был нашумевший фильм «Дао», где все кричали и говорили, какой же кошмар. А потом через буквально два года у нас случилось то, что случилось сейчас, и уже этот фильм мне кажется таким уже безумным, да, такое ощущение. И вот мне кажется, что это нужно в каждом конкретном частном случае обсуждать, где эта грань. То есть если мы говорим о произведении искусства, которое затрагивает темы насилия, травмы, памяти и так далее. То есть это частный случай. Но это же всё тоже вопрос языка разговора, да, о теме. Он может быть очень разным. И вот, честно говоря, наш музей, он же тоже преодолевал определённые этапы. И если кто-то помнит наш музей на Петровке, а кто-то, интересно, помнит наш музей на Петровке из присутствующих? Да, класс. Вы помните наверняка, что там совсем другой язык повествования. И там, в общем, можно было оказаться буквально в бараке, экскурсовод надевал форму НКВД. Это совсем другая какая-то. Вот сейчас это кажется немножко даже странноватым. Хотя в то же время там те же музеи памяти о Великой Отечественной войне, они проделывают обратный путь. Они сейчас, наоборот, начинают заниматься реконструкцией. То есть вот чтобы я почувствовал, что такое 22 июня 41-го года, я должен вот в развалинах Брестской крепости оказаться. Зачем-то. Причём воспроизведённых прямо вот в зале, в уютном, комфортном, в центре Москвы. Мемесис, да, это называется? Или как там правильно ударение ставится? Ну, когда... Да, собственно, это оно. Это всегда жутко. И вот, да, это жутковатое ощущение какое-то, там, обычно же ещё манекенами, это только настоящими, уже такими в прямом смысле этого слова, да, это наполняют. И вот у меня вопрос к вам. Вы побывали вот на этих местах, да? Вот как вам кажется, чтобы понять, что такое был ГУЛАГ? Вот туда надо ехать? Нужно ли туда ехать? В моём случае, да, надо было съездить, чтобы понять. Потому что у меня был такой... То есть вот переворачивается что-то, когда ты приезжаешь? Да, определённо, да. Но особенно, когда ходишь по Беломор-каналу, увидишь личные вещи, которые лежат в земле, но преодолев этот весь путь, ты понимаешь, что нет ответа, как человек выживал в этом, во всём. И какая продолжительность этой жизни вообще была. И более того, вот эта вся история, например, с Беломор-каналом, это же абсолютно как бы работа ради работы получилась. Собственно, он даже там и никак не задействован сейчас, насколько я знаю. Очень слабо, там 10 судов в месяц, что ли, в летнее время. Ну какая-то такая статистика совсем, её недавно там собирала по этой СМИ. Да, то есть когда я работала ещё в политехническом музее, и я там ещё верила в какое-то светлое будущее и по поводу музея, и по поводу всего остального, создавая историческую экспозицию, я, конечно же, сразу в какой-то момент столкнулась с темой репрессий. На этом, собственно, я ушла из музея, потому что невозможно это было сделать. И куда я пошла? И пошла я сразу на север, чтобы понять вообще, о чём, собственно, во-первых, почему так сложно было работать в музее, во-первых, надо было объяснить себе. А во-вторых, как бы, чтобы эту тему наконец-то исследовать. И мне кажется, что нужно ездить. Это, мне кажется, личный вопрос каждого, потому что это касается каждой семьи практически. То есть невозможно это игнорировать. Ну да, ну по-хорошему это должно быть, а в школьной программе, в общем. И очень много мест, там нету никаких мемориалов, местная, там местная молодёжь вообще не в курсе, что тут какие-то гулаги были, поэтому... Ты помнишь, мы с тобой приехали, то ли это Мончегорск был, мы зашли в музей местный, и там что было в местном музее? Какие-то, какие-то картинки, и мы спросили, а есть ли у вас музей гулага здесь где-нибудь, или какой-то, что мы спросили? Ну, мы ведь понимаем то, что, ну, как бы, те же люди, ну, сейчас у власти, и, как бы, они, конечно, никто не будет на себя компромат никакой вешать, да, потому что ментально они, как бы, себя относят к этим палачам. И, как бы, естественно, никто не будет об этом, ну, заявлять и это раскручивать, потому что всё это продолжается, и всё это, к сожалению, ещё живёт. Далеко, вот когда ты задавал вопрос про захоронение, про то, что им там, соответственно, даже имён нет, да, и вот эти вот вещи про воскрешение этих имён, то есть далеко ходить не надо, можно открыть новости, желательно не государственные, и понять, что, почему и как это происходит. Ну да, остаётся все те же методы, и всё то же самое, как бы, все те же методички, они, ну, до сих пор актуальны. Ну, тут я бы даже скорее говорила, как, то есть всегда хочется спросить вопрос, а как же мы всё, мы, вот, музей ГУЛАГа существует, мемориал существовал, мы все делали какие-то, мы делали искусство, мы бесконечно снимали кино, мы бесконечные обсуждения, мы постоянно что-то делали в культурном поле, чтобы эту ситуацию менять. В итоге корабль никуда не приплыл, и сейчас, когда мы это обсуждаем, мне даже, как будто уже и сказать нечего, потому что... Ну, мы живём в своём маленьком герте просто. Да, то есть такой пузырь оказался, что такой он, мы оказались такими маленькими, так сказать, против лома нет приёма, что называется, и вот какая-то такая ситуация. Ну, вот смотрите, чтобы у нас сейчас не было ощущения, что мы вот одни, да, я про это тоже вначале говорил, мне кажется, самое страшное ощущение в любой кризисной ситуации – остаться один на один с собой. Вот сейчас то время, когда ни в коем случае нельзя чувствовать себя в одиночестве, потому что это реально опасно, опасно для психологического здоровья, в том числе, каждого из нас. Которая наверняка в завтрашнем дне всё-таки ещё пригодится. То есть мы пригодимся нашей стране здоровыми людьми. И вот, чтобы перевести вектор вот в эту плоскость, я хотел сказать тебя как куратора, поскольку ты куратор выставок, в том числе связанных с памятью, спросить, вот если мы гипотетически задумываем такую выставку под названием «Искусство травмы», условно, да, то кого бы, кроме Данилы, допустим, да, мы бы туда позвали, вот на твой взгляд? Из российских художников? Ну, может быть, не только из российских. Вот с кем мы на одном, вот в одном поле находимся? Вот наш пузырь, он какого размера? Ну, Андрей Кузькин, я бы позвала Андрея Кузькина точно. Лозницу там. Что? Лозницу, может быть. Лозницу, ага. Лозница украинц. Ну да, украинского так с удовольствием вообще можно позвать тогда. Тем более, что мы сейчас в таком сферичном вакууме, что называется. Мы про всех, да. Ну вот так вот сходу у меня есть, конечно, списочек. У меня вот есть, кстати, отличная была знакомая, она все еще существует, Моника Норс. Она делала выставку в Виверском музее про записки Анны Франк. И у нее там очень хороший список художников. Я, если честно, сейчас в таком странном состоянии с эти дни, что мне сейчас сложно прямо сходу сказать, кто работает еще с памятью. Надо подумать. Вот Павла отдельного мы уже, например, приглашали на нашу встречу. И мне показалось, что вот он... Павел у него как будто... Ну вот про Павла не знаю. У меня ощущение, что он работает больше такой... Ну да, в принципе, это синхронизируется с этой темой. Ну, я считаю... Извините, пожалуйста, да, я считаю так, как ГЛАК, мне кажется, является актуальным на сегодняшний день, и, мне кажется, не является какой-то пережитком истории. Я бы звал бы вообще авторов, которые работают с актуальными темами современными. Я бы как куратор скорее бы сделала... Я не звала бы художников, чтобы высасывать, так сказать, из пальца. Я скорее бы объединила людей, которые работали над моим мемориалом. То есть, соответственно, я бы просто продумала какие-то определенные исследовательские проекты. И из этого уже можно было бы создавать выставку. Приглашать, например, таких художников, как Данила, которые занимаются... У них сильная концептуальная и визуальная часть. Мне кажется, как раз говоря о том, что лучше бы нам не оставаться сейчас в одиночестве, я бы лучше как-то все-таки объединялась и пробовала бы над этим работать. Вопрос только в другой. Насколько это безопасно сегодня? Смотри, что мы соберемся делать. Смотри, что мы соберемся делать. Да, это точно. Какие, конечно, времена настали. Вообще. Уважаемая аудитория, есть ли у вас вопросы? Давайте сейчас в микрофон, чтобы зрители на трансляции, не только те, кто хочет вернуть Сталина, но и все остальные, услышали, что вы говорите. А в чем смысл был снимать именно дрожащие камеры? Потому что на самом деле очень трудно сосредоточиться, несмотря на название фильма. Да, спасибо за вопрос. Ну, это так, съемка называется такая, стиль хэндикам. Для меня, когда-то я открыла нашу русскую художницу Ольгу Чернышеву для себя, которая снимает тоже дрожащей рукой, и мне дико понравилось. Я не большой любитель, я люблю смотреть разное очень кино, но, говоря про свое какое-то творчество, я не хотела бы снимать чистую, чистую визуально комфортную для зрителя картинку. То есть фильм называется, собственно, «Концентрация», потому что ты как бы трясешь, ни о чем сконцентрироваться не можешь, ты в полном блин ужасе находишься на этом севере. Потому что, ну, как бы, потому что тема, ну, тема очень, то есть я этот фильм не могла два года закончить, потому что к этой теме мне было каждый раз очень тяжело возвращаться, и я заменяла это всегда каким-то чтением. И трясется все, соответственно, потому что ты, как бы, вот такой трясущийся, на мой взгляд, сегодня в этой стране человек. Это, в общем, просто искренняя картинка. Это да, очень искренняя картинка от человека, это такой какой-то человек, который находится в полу каком-то, такой аутистский немножко жест, на самом деле, что ты копаешься в этих корешках, каких-то бесконечно наводишь, какую-то четкость там на солнце или на что-то, в надежде, что ты сейчас на чем-то все-таки сконцентрируешься, ты найдешь, как бы, этот след, ты поймешь, почему, откуда, но ты этого не находишь, как бы, по большому счету. Мне показалось, что этот визуальный прием, но даже не прием, а вот то, как оно происходило, хорошо удерживает этот фильм от сваливания в тревел. Потому что ведь это всегда, это всегда большая вот такая, да, вилка, условно говоря, когда мы путешествуем, в любом случае мы ездим по этим местам, и вот что это, путешествие или это открытие, или это огромная работа, какая-то такая вот внутренняя. Ну вот почему он такой занудный, этот фильм? Вот потому что, как бы, вот мне важно было показать, что я каждый корешок сейчас вот хочу здесь рассмотреть. Это, ну, это такой вот художник, вот, например, тоже про Андрея Кузькина сегодня говорила, художник часто себя немножко насилует для того, чтобы произвести какой-то акт. Ну, это мы знаем там со времен, да не знаю, Марина Абрамовича, кто угодно, это самый такой попсовый пример. Вот, и для меня это тоже был определенный акт такой, ну, какого-то определенного насилия над собой, потому что это, ну, невероятно сложно, камера очень тяжелая, минус 40, там, минус 20, ты ходишь, ну, бесконечно долго по этому всему, это вот такое, как бы, это все взаимосвязанные вещи. То есть снимать со съемочной группой, во-первых, не было такой задачи, и вряд ли когда-нибудь она будет прям вот такое кино делать, вот, хотя не зарекаюсь. Вот, поэтому важно было сделать вот от первого лица дневник такой, дневник по северам, условно. Еще вопросы, да, есть во втором ряду. Здравствуйте, Катя. Хочется спасибо сказать за фильм, вам огромное спасибо. Не буду говорить «но», но скажу. Не хватило ваших, вот, буковки, когда были, хотелось больше ваших мыслей. Вот что вы сейчас рассказываете, и Алексей вначале сказал, что, может быть, этот фильм покажут потом там где-то, его, нет, его, правда, покажут, сказал Алексей, но, может быть, он будет видоизменен как-то. Вот не захотели бы вы добавить все-таки, вот то, что вы сейчас говорите, поясняйте. Мне кажется, не всем было понятно, нам было не очень понятно, я за себя скажу. Красиво смотреть, напряженно, тяжело, интересно, завораживает. Не хватило ваших эмоций, пусть не речевой, а вот текст. Да, да, спасибо большое. На самом деле, я вот сидела со своим другом, художником тоже, и мы как раз обсуждали момент того, что нужно доработать этот момент, это правда. Я с вами согласна, и спасибо вам за... Я открыта, да-да-да, я открыта к критике. Мне кажется, что действительно нужно сделать более структурированный момент, и чтобы буквы, может быть, были лучше видны, потому что... Да, да, поскольку, да, это такой тестовый вариант, действительно, я согласна с тем, что нужно, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, добавить. Спасибо за вопрос. Еще вот был вопрос в третьем ряду, да. Как раз вот здесь, да, у вас. Пожалуйста. У меня, собственно, простой вопрос к Даниле. А что вы делаете в Баркуте сейчас? Откладываю этот вопрос до последнего. Я когда из страны уеду, я расскажу обязательно. Привет, да? Так. Спасибо. А я вот где-то в эти дни прочитала, что у вас сейчас выставка в доме на набережной, вот этот сирийский проект, ну это я его так называю, забыла, как он у вас называется. Нет, это другой проект. Бомбоуберщик. А это бомбоуберщик, дом на набережной, да. Есть там эта выставка? Нет? Вот расскажите. Ее закрыли, к сожалению. Там была трансляция, прямая трансляция из Киева, поэтому ее закрыли. Она проработала где-то один день, вот. И ее закрыли, но я думаю, должны выйти скоро всякие статьи, вот арт-гид вроде и Russian Art Focus должны что-то написать. Что-то давно они тебе обещают. Ну, я думаю, они боятся сами эти... Может, тогда и не выйдут, Данила. Может, зря ты обещаешь. Если материалы написаны, они когда-нибудь выйдут, я уверен в этом. И на самом деле закрытие такой выставки – это часть этой выставки, мне кажется. Да, да, я как бы... Это перформанс на базе выставки, ну, в общем. Ну, да, за этим, я думаю, она и делалась, в общем-то. Ну, нет, не для этого она, конечно, делалась, но... Не знаю, в общем... Ну, такая, да, ситуация сегодня. Еще вопросы, уважаемые гости? Да, в первом ряду теперь. К Даниле вопрос. И по поводу проекта «Родина». Ну, во-первых, мне лично кажется, что он пересекается, так выходит вообще очень глубоко. Ну, прощание с Матерой, Есенина со своим там же ребенком и поездом, и бояриня Морозова старая уходит, новая приходит, вот раскольники. И в том числе даже, ну, можно докатиться до язычества. От язычества отрекаемся, все принимаем вдруг христианскую веру. Но мы тут даже вот сидим недалеко от Олимпийского спорткомплекса, который, чтобы построить, снесли целый квартал, большой район, Москву и старый. А сейчас его вдруг опять снесли. А у которого снова ничего не осталось. Да. И все время находятся люди, которые рефлексируют на то, что уходит, вот, то ли жалко, то ли обидно, то ли еще что-то непонятно. Но есть и те, кто обязательно скажут, все отлично, время идет вперед, нам нужен паровоз, нам нужно матерый затопить, и у нас будет ГЭС, и все такое. Везде будут гореть огоньки. Но почему-то так получается, что когда мы были язычниками, если мы такими были, то мы сжигали эту чучело. Прощай, зима, здравствуй, весна. Все были рады. Такой был праздник большой. Но почему-то с тех пор у нас постоянно раскол происходит на эту тему. Сформулировать толком никто не может, что хорошо, что плохо. Вот о чем вообще ваш проект? Это просто фиксация факта разрушения, ухода, чего-то? Или какой-то месседж все-таки есть, какая-то концепция, как мы тут все говорим, прямо целая концепция какая-то заложена? У Сурикова уже не спросишь, какая-нибудь там концепция была. Но вот сейчас есть возможность у вас спросить? Спрашиваю. Ну, это был разговор, да, вот с этой руиной. Руиной, может быть, в сознании. И, в общем, это был вот такой диалог мой личный. Но художник, он скорее является таким зеркалом неким кривым того, в чем он находится, в чем он живет. Поэтому у меня не было там задачи сделать какое-то прям конкретное высказывание. Для меня была задача как бы отразить то, что я ощущаю там по этому поводу, потому что я очень долго исследовал там около 7 лет всю эту проблематику с централизацией, там, и переселения народов. Вот. И все это исследование в итоге вот как бы меня сконцентрировалось в одном таком художественном жести вообще. Вот. Не знаю. Данил, если ты закончил, я бы хотела тебя сейчас немножко дополнить, вспомнить, что недавно Жижек сказал. Он уже выступал на тему событий последних. И он сказал, что помните, что, к сожалению, художники и мыслители также могут закладывать фундаменты для войн. Поэтому сейчас нам всем нужно объединиться более чем когда-либо. И это... Я об этом очень много думаю в последнее время. Вообще о той деятельности, которой я начала заниматься, да, и о том, например, о проектах Данилы и таких вот резонансных художников, как он. Насколько это влияет... Ну, насколько это ощущение действительности или это действительно какое-то закладывание фундамента? Вот это очень вопрос, который меня мучает каждый день уже буквально. Кстати, такой важный вопрос, правда, очень важный. Ну, время покажет. Мне сложно без дистанции об этом говорить. Да, есть еще вопрос. Вторая часть вопроса, которая была... Ну, понятно, Данила Раскольник, он новую веру не принял, он ушел в Сибирь, он там мерзнет, мерзнет, но, значит, вот рефлексирует все равно. Что мешает нам всем дружно порадоваться тому, что Масленица сгорела, давайте дружно в новую весну будем сеять, будем жать? Почему? Обязательно раскол. Вот если это твое личное ощущение, так и от себя тогда лично скажи. Что тебе мешает вместе со всеми радоваться наступлению, там, новой России, например? У нас сейчас... Ну, что русская весна мешает. Коча народу, который все рефлексирует на Советский Союз. Что им мешает порадоваться новому, то, что приходит у нас? Почему все вспоминает Гагарина? Уже столько народа слетало в космос. А при чем здесь Данила Скаченко в Гагарину? Ну, он тоже убежал от реальности, и все его тянет на старое. Вот я его опыт хочу понять просто. Это не значит, что я не такой. Я, возможно, такой же, только внутри себя. Ну, сложно ответить на вопрос. Но вот конкретно, почему мы не радуемся сегодняшнему дню, если в двух словах об этом вопросе? Дню до 24 февраля. Да, ну, потому что жесть как бы полная происходит, как бы нечему радоваться. Да не сгорела масленица-то. Мы даже ее не зажгли, мне кажется, еще, нет? Была, как будто горела в этом Никола Ленивце. Никола Ленивце каждый год. Там как по расписанию. Да, в этом году Вавилонская башня аж целая. Понимаете, сложно из этого момента о чем-то говорить и строить прогнозы. Я думаю, мы поживем, увидим. И как бы произведение искусства, они лучше с дистанцией времени считаются, может быть, как бы пока... И потом у меня достаточно мало дистанции, да, к самому себе. Вот, мне сложно рефлексировать на тему самого себя, своего творчества. Ну вот. Но то, что меня, конечно, беспокоит, да, то, что происходит в стране. И, конечно, наверное, все это приводит к таким более резким жестам, в общем. Ну, как говорится, сложно среди этого, да, там, среди того, что происходит, заниматься рисованием, не знаю, цветов. Как-то так. У вас еще один вопрос. Да, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос к Кате про образы, использованные в фильме. Вот я прочел, я не знаю, может, это провокационный вопрос прозвучит, я для себя увидел такие образы яркие, которые... У нас есть такой поиск скреп сегодня, да. Я увидел такие скрепы, которые вот в фильме. Это колючая проволока и гвозди, забитое, вот, ну, в обожженное дерево. Сгоревшее такое дерево. Может быть, это скрепы сегодняшнего дня, вот в этом контексте происходящего всего? Или это просто моя личная интерпретация? Да, на самом деле, вот эти подписи, которые было очень плохо читать, я скажу вам, что они очень хорошо работают сегодняшним днем, потому что там есть такие выражения, как та реальность, которую я знала раньше закончилась, или там наши враги у власти, и так далее, там какие-то такие были высказывания. И когда я их создавала, еще не произошли те события, которые произошли. Хотя, очевидно, и до событий было, в принципе, примерно то же самое. Просто сейчас, когда ты читаешь, что ты просыпаешься 24 февраля в новой реальности, то, по большому счету, ты действительно никогда уже не поймешь, как это было до. Но лично для меня, потому что у меня есть веские причины для того, чтобы испытывать то, что я испытываю сейчас. И фильм получился как? Получается как? Что мы говорим о памяти, я говорю в фильме о памяти, но то, о чем я говорю, оно никуда не делось. Я говорю не о чем-то из прошлого, я, получается, говорю о том, что происходит сегодня. Так что, мне кажется, такая аналогия про сегодняшние скрепы, она вполне реальная, она вполне из сегодняшнего дня. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Так, я открываю трансляцию. Историческая память, там пишет нам Татьяна Каледа из трансляции. Историческая память, это очень важно. Это для того, чтобы предотвратить повторение, важен ваш труд. Спасибо, берегите себя. Верю в возрождение России с наилучшими пожеланиями Украины. Вот такое сообщение. Это серьезное. Мне кажется, очень серьезное высказывание, такое прям мощное. Офигеть. Я даже вот другим хотел завершить, а кажется, как будто надо этим. Как будто этим надо. На самом деле, да. Катя, у тебя в фильме такая цитата есть, вот ты сейчас ее не назвала, мне она кажется про абсолютно сегодняшний день. Я бы хотел эти цитаты завершить, если у аудитории нет возражений, что мы сейчас завершим. Мне холодно, но я не боюсь, пишешь ты. Мне кажется, это чувствует сейчас каждый из нас. И дай бог, чтобы так было дальше. Нам холодно, но мы не боимся. Страх немножечко атрофировался за последние дни уже. Поэтому, да. Ну пусть нам вместе будет теплее. Да, это правда. Спасибо. Ну вот сегодня стало чуть-чуть теплее. Спасибо большое. Данила, спасибо огромное. Спасибо большое. Катя, спасибо. Спасибо. Ну а всех я всегда приглашаю в Музей истории ГУЛАГа. У нас тепло. Спасибо. Спасибо.